Российская Минобороны обещает адекватный ответ на американскую глобальную систему ПРО. Истинные цели ее создания далеко не заявленные угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи, а военное превосходство над основными геополитическими противниками, то есть Россией и Китаем. И если США этого добьются, то почувствуют себя безнаказанными, что в свою очередь приведет к снижению порога применения ядерного оружия. Слова представителя российского генштаба. Но еще один важный аспект. Американцы используют универсальные пусковые установки. Сейчас они оснащены противоракетами Стандарт-3. Но в любой момент их могут сменить томогавки. А это уже крылатые ракеты большого радиуса действия. Могут поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Если взять ближайшие к российской границе системы ПРО в Польше и Румынии, то получится, что потенциально под ударом может оказаться вся европейская территория России до Урала. Томогавки могут нести ядерные боеголовки мощностью от 5 до 150 килотонн. То есть 7,5 хиросим каждая. В студии кандидат географических наук Екатерина Григорова. Екатерина, приветствую. Здравствуйте. С цифрами ничего не напутал? Нет. Все правда звучит просто очень зловеще. Звучит зловеще, но цифры верные. И сами противоракетные установки в существующем виде для запуска автомогавков использоваться не могут. Но технически это легко изменить. Американские военные утверждают, что на существующих стандартизированных системах управления используется, во-первых, совсем иное программное обеспечение, а во-вторых, установлены механические ограничители, исключающие запуск крылатых ракет большой дальности. Но все мы понимаем, что программное обеспечение можно и перезагрузить, а механические ограничители просто снять. Минимум модернизации и установки ПРО могут полностью нарушить договоры по самим установкам и по используемым носителям. Впрочем, и сейчас система ПРО таит немало угроз. На данный момент существует два района – европейский и тихоокеанский, которые включают как наземные, так и морские элементы базирования. И, судя по этой карте, американцы со всех сторон окружили как Россию, так и Китай. Хотя американцы заверяют, что система ПРО развертывается против возможных ударов из Северной Кореи и Ирана. Но дело в том, что суммарный потенциал ПРО неадекватен уровню реальных и прогнозируемых ракетных угроз, на которые ссылается Вашингтон. Вот что говорят по этому поводу в Министерстве обороны России. Северная Корея в настоящее время только демонстрирует возможности по созданию баллистической ракет большой дальности. Вести речь о ракетной угрозе со стороны Ирана после заключенных договоренностей по его ядерной программе считаю вообще неуместным. Как отметил в том же докладе первый замначальника ГОУ Виктор Познехир, сейчас система включает в себя не менее 50 мощных противоракет GBI, высота их полета до 400 километров, а скорость перемещения около 8 километров в секунду. Кроме того, в арсенале ПРО более 700 ракет Стандарт-3, о них мы подробно поговорим отдельно, и более 200 противоракет THAAD. Они позволяют сбить боевой блок баллистической ракеты на дальности до 200 километров и при высотах до 150 километров. Такое обилие поражающих систем, учитывая, что Северной Корее не удалось еще толком ни одну ракету запустить, а Иран, выйдя из-под санкции ООН, ядерную программу свернул, все это еще раз наводит на мысль, что истинной целью ПРО являются более мощные противники. Создание более совершенной системы ПРО может позволить США нейтрализовать часть российских баллистических ракет на этапе старта и самим безнаказанно нанести ядерный удар. ПРО призвано нарушить стратегическое равновесие в мире, однако США утверждают, что противоракеты не в состоянии догнать баллистические ядерные ракеты России, и поэтому не могут оказать заметного влияния на ядерный паритет между державами, однако в Вашингтоне явно скромничают. Вот одна из разработок США – ракета «Стандарт-3». По понятным причинам нам не удалось достать реальные характеристики, но есть косвенные информации. Например, в ходе испытаний 2003 года ракета поразила имитатор баллистической ракеты на высоте 247 километров. Время всей операции от момента старта цели до ее поражения составило всего 4 минуты. Скорость сближения объектов была выше 10 километров в секунду. Можем предположить, что скорость самой противоракеты была не меньше 5 километров в секунду, а возможно и больше. Это зависит от траектории. Исходя из этого и из того, в каком направлении развивается военное оснащение США, можно предположить следующий сценарий. Кстати, его авторы – исследователи из Массачусетского технологического института. Посмотрите, в течение первых 50 секунд ракету, стартующую из Центральной России, фиксируют инфракрасные детекторы на спутнике. Через 100 секунд ракета попадает в поле зрения радара ПРО в Чехии. И оттуда поступает команда на пуск перехватчика. Через 5 минут после старта ракета «Стандарт-3» вполне способна уничтожить российскую баллистическую ракету «СС-25» по классификации НАТО. Очередной раз наши партнеры пытаются раскрутить маховик гонки вооружения и втянуть в нее Россию. Алексей. Спасибо, Екатерина. Невтина Григорова об угрозе национальной безопасности. Продолжение следует...